Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Поэтому, кому интересно игровое прохождение летсплея на Ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Обязательно подписывайтесь. Ну и также мы запускаем такой вот марафон. Как только под этим видеороликом вы наберете 10 лайков, сразу же выходит у нас следующий выпуск. Даже если вы наберете через 10 минут, поэтому дерзайте. Ну что же, у нас Лига Чемпионов за Зенит сейчас. Играем против Юнг Бойса, что у нас сейчас по группе. Ну мы на первом месте сыграли, я помню, в ничью. Нет, мы минимально обыграли Юнг Бойс на выезде. Ну и как-то так. Сыграли в ничью вроде два раза, вот только с Латсо. Поэтому сейчас у нас две игры. Одна против Юнг Бойса, другая против Челси. Поэтому будем стараться. Ну что же, сейчас первым составом нам бы выйти и обыграть Юнг Бойс. Посмотрим. Так, ну все. В принципе, вот таким составом мы выходим на матч. Зенит против Юнг Бойса. Какой там у нас? Пятый тур. Поехали. Итак, Газпромарена. Зенит против Юнг Бойса. Лига Чемпионов. Пятый тур. Поехали. И 1-0. Отлично. Это даже такой на молчаночке. Седьмая минута. И снова забивает у нас Паласю. Мы в прошлом у нас в выпуске тоже забил. Здесь Азмун молодец. До конца доиграл. Ну, дерусь еще голевую передачу на себя записывать. Ну, слава богу, что получилось забить первыми. Ребята, молодцы. И вот неплохой момент. И Азмун делает счет у нас 2-0. 58-я минута. В этот раз все-таки нам получается более уверенно собирать против Юнг Бойса. И все. Заканчивается матч. Я вижу, как Жезис празднует. Это значит, мы официально в плей-офф Лиги Чемпионов. Теперь осталась просто такая вот не сильно важная игра против Челси. Может быть, кто с первого места выходит, кто со второго. Азмун стал игроком матча. Ну, что же. На втором месте у нас идет Лацио. И, в принципе, у них есть, конечно, шансы, если они выиграют Юнг Бойс. У них будет 11 очков. И мы, если проиграем Челси, там уже, наверное, по голам будут смотреть. Потому что у нас в двух матчах с Лацио ничья. Ну, что же. Ну, сейчас игра против Урала. Я бы также, наверное, рискнул, выйдя первым составом со Спартаком вторым. Потому что у нас дальше идет игра с Челси. Надо быть готовыми. Так, ну вот так не сыграет. Будет играть. Так, надо нам сразу зайти, поменять. У нас там у Жезуса была травма. И он теперь не в стартовом составе. Там Федор Чалов у нас тусит. Поэтому Чалова мы перемещаем вот сюда. Так, ну вот так они будут играть Лукуми у нас, Лучуми. Не знаю, как правильно. Чалов также сыграет. И будет также играть Лиано Регони. Также Фодана вот выпущу. Давайте Мостового и Шамуродова. Потому что остальные просто вот немножечко уставшие. Зенит против Урала. Поехали. Итак, Зенит принимает сегодня Урал в рамках российской премьер-лиги. Поехали. И 1-0. 67-я минута. Федор Чалов сгоревает Элдора Шамуродова. Забивает все-таки в этом матче. Очень напряженная была игра. Не было нехороших так пристрельных ударов и голов. Поэтому, слава богу, что все-таки забить у нас получилось. И все. Заканчивается у нас матч. Зенит минимально обыграл Урал. Ребята молодцы. Очень порадовался. То, что хотя бы забили. Вот действительно, смотрите, один удар в стопсу лишь был. И оказался он голевым. Чалов 7-5 оценку получает. После 11-го тура мы все также на первом месте лидируем в 3 очка над Краснодаром. Итак, Месси стал лучшим футболистом мира. Поздравляем его с этой наградой. В принципе, там еще и главный тренер. Здесь Диа Дешан оказался. В сборную место попал Азмун и Чалов. По рейтингам здесь только. Ну вот мы видим Повара. И остальные игроки молодежки. Так, давайте индивидуальный титул. Сейчас посмотрим. Лучший футболь с мира. На втором месте Крещен Роналду. На третьем Мбаппе. Так. И главный тренер мира. Но здесь Диа Дешан только из-за национальной сборной Франции. Он не тренирует клуб какой-нибудь. Итак, у нас переговоры. Скауты нам нашли правого нападающего очередного. Давайте посмотрим. Так, здесь в Мандембеле. Не подходит ни его позиция. Гринвуд. Кстати, вот неплохой игрок. Надеюсь, там если бы прокачался бы еще чуть побольше. Может быть, бы сразу бы его подписали. И Клюверт, который сейчас, кстати, в Барселоне. Вот у нас есть Гринвуд. Есть Кулусевский. Вот. Одному 22, другому 21. Так. С Кулусевским мы там вроде как начали уже договариваться. Поэтому давайте сейчас попробуем договориться с Гринвудом. Которого мы уже, в принципе, можем подписать. Его трансфер мы вот потянем. Так, ну сейчас у нас игра против Спартака. Через три дня играем против Челси на выезде. Поэтому, ну, нужно смотреть сейчас по готовности. Кто готов, кто не готов. Некоторых игроков все-таки все равно буду вот менять. Фодан, например, тот же выйдет в старте. Чалов и, наверное, все-таки Регони. Вот, чтобы все-таки у меня основной костяк смог отдохнуть. Там, если что, и Бариуса выпущу. Спартак против Зенита. Поехали. Итак, открытие арена. Спартак принимает Зенит. Это российская премьер-лига. Поехали. И все-таки мы пропускаем. И снова нам забивает Кокорин, кстати. В прошлом сезоне мы уже пропускали от Спартака. Это был, я не помню, то ли 29-й тур. И мы тогда именно в матче со Спартаком могли стать чемпионами. Но мы проиграли минимально. И как раз Кокорин тогда и забил вот этот единственный гол. И 1-1. Выпустили мы вот Азмуна на 86-й минуте. И он забивает. Неплохо. Может быть сейчас у нас и получится выиграть этот матч. Сейчас еще две замены сделаю. И попробуем прям в атаку пойти. И 2-1. Вы серьезно? Вот снова дубль еще Кокорин нам забивает. Ну, абсолютно по делу. Наверное, Кокорин наказал Зенит за то, что продал его. Но вот это вот обидно. Выездное у нас поражение минимальное. Ну, и Кокорин забивает дубль. Я не знаю сейчас в турнире таблицки у нас будут дела. Но мы все так же, кстати, на первом месте. Минимально, правда, теперь лидируем. Так, у нас переговоры по поводу Гринвуда. Он только требует снизить компенсацию за переход. Возможно, он стремится сменить клуб. В принципе, мы договорились вот сейчас с Гринвудом. Поэтому мы его подписываем. Все. Просто в небольшой ноль мы ушли. По бюджету на трансфер с Кулусевским мы отменяем тогда переговоры. С Родриго тоже. И со Сковым. Все. Но вот на Элведе мы просто копим теперь, получается. Так, и что у нас дальше? Получается у нас у Гринвуда рейтинг 81. Получается. Регонь 77. Все, до свидания. Так, он еще никуда не перешел, кстати, но может. И вот Мостового мы тогда тоже выставляем. Вот по поводу Мостового. Были же там игроки у нас левого нападения и правого именно фланга. Поэтому сейчас можно было бы подписать кого-нибудь. Вот отсюда я бы попробовал. Я не знаю, мне Дембеле по большей степени симпатизирует. Добавим его в список. Гнабри. Санэ. Но Асенсио я не буду брать, это не его прям родная оппозиция, поэтому как-то так. Вот Диаби интересный игрок. Так, ну и здесь Пулешич, Клюйверт и Хадсона Адой. Ну и все, переходим к последнему матчу на сегодняшнем выпуске. Челси против Зенита. Надеюсь, ну вот замечательно, Пикфорд уже не будет играть, будет Лунев. Также Караваев будет в старте. И Чалов вместо Азмуна. И все, вот таким составом мы выходим теперь. Давайте тогда вместо Азмуна и Ашамуродова возьму. Все равно вряд ли вот с такой готовностью выпущу. Поэтому Челси против Зенита. Боремся теперь за первое место. Поехали. Итак, Стэнфорд-Бридж. Челси принимает Зенит. В рамках шестого тура Лиги Чемпионов. Поехали. И какой гол забивает Федор Чалов, а? Через себя это ножницы. Я не знаю, сейчас надо с повтора посмотреть, как это было. Здесь неплохо. Жезус на Малхома отдал передачу во фланг. Подача. Ну да, это через себя. Очень было близко, конечно, для такого удара. Но все-таки получилось. И 1-0. Мы выходим вперед. И дубль. Дубль от Федора Чалова. Дубль еще и голевой передачи от Малхома. Так что сегодня вот эта парочка Малхом и Чалов отлично разрывают оборону Челси. Еще и Шамуродов. Вышел и забил. 95-я минута. Я вообще, когда отдавал на Шамуродова, думал, он во всаде. Ну вот как-то так получилось и все. Вот в этом моменте я сейчас посмотрел, как так не было там офсайда, но не суть. 3-0. Разгромили Челси на их стадионе и все. Мы официально с первого места выходим, несмотря даже на результат матча Лацио и Йонг Бойс. 6 ударов, 4 в створ. Лучшим стал Федор Чалов. 7-5 у него оценка. Лацио разнесли тоже Йонг Бойс на выезде. Тоже забили. Если так смотреть в разнице, плюс 3 мяча. 4-1 у них победа. Но мы выходим с первого места. Дальше выходит Лацио, Челси в Лиге Европы. Ну и посмотрим на нашего возможного соперника. Это может быть Шахтер. Я не знаю, здесь нас будут разводить или нет. ПСЖ, Барселона, Бавария, Ювентус, Динамо, Загреб, Аякс и все. Ну вот из всех тех, которые были, я бы хотел, естественно, Шахтер, Аякс и Динамо, Загреб. Но попадется опять какая-нибудь сейчас Барселона, Бавария, Ювентус. То есть это мы с вами уже вот проходили. Так, ну и все, заканчивается у нас выпуск. Кстати, работу в клубе ПСЖ нам предлагают. Адриуси получил у нас новую роль интеллектуал. Вот, ну и нам действительно вот ПСЖ предложили стать главным тренером их команды. Возможно, что мы с ними встретимся на стадии 1-8. Сейчас я посмотрю, с кем мы все-таки встретимся. С ПСЖ. А мы как раз с ПСЖ-то и встречаемся. Им мы проиграли прошлый финал Лиги Чемпионов. Теперь еще и будем на стадии 1-8 играть. Но было бы замечательно перейти сейчас в ПСЖ, проиграть 2 матча Зениту и обратно бы вернуться. Ну, жалко так не получится. Поэтому все, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно набирайте 10 лайков, как только вы это сделаете. Сразу же выходит следующий выпуск. Ну что же, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, а с вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok